Я долго думал, делать мне подобные видео или не делать, но раз я сейчас особо разогнаться с разнообразием в видео не могу, я вообще сейчас разогнаться не могу, то вашему вниманию, друзья, обзор третьего тура Кубка Фиферов 2019. Ну и перед тем, как мы начнём, я уже по традиции, друзья, хочу вам порекомендовать лучшую букмейерскую контору под названием Melbet. Высокие коэффициенты, быстрые выплаты, широкая линия ставок, максимальная надёжность. Перейдя по ссылке в описании, вы получите бонус до 7000 рублей. Ну и начнём мы, ребят, с группы A. Джефф после двух матчей набрал 3 очка, а Кул после двух игр набрал 1. А Килбек к данному поединку подходил, играя за Торино, имея в своём активе две ТОЦ-карточки и в нападении им форм Белотти. В Джеффа компания была куда беднее. Ему на жеребьёвке досталось Сосуола. Название говорит само за себя. Ну и как вы видите, один информ – это Дункан с рейтингом 81. Единственный плюс от этого парня, что он, как и Джефф, чернокожий и, возможно, у них какой-то будет супер-гипер-гиперлинг. Расист! Расист! Первые 20 минут на поле ничего опасного не происходило. Но вот на 20-й минуте Акулу удалось открыть счёт. После навеса с углового вездесущий Дзадзе размочил счёт в этой встрече. Не прошло и 10 минут, как тот же Дзадзе опять головой из углового сделал дубль. Джефф бросил все силы на то, чтобы хотя бы отыграть один гол в первом тайме, но по итогу получил третий. Во втором тайме зрители увидели голов не меньше, и матч закончился со счётом 6-1 в пользу Акула. До свидания, Джефф! Иди тренируйся дальше в обгал, блядь! Второй матч, та же группа A. Panda FX играет против Денчика Фломастерова. Второй, к слову, не набрал ещё ни единого очка в своей группе. На жеребьёвке Андрюхе досталась одна из сильнейших команд FIFA – Ювентус. А Денису скромный Милан, который также имел неплохие карточки футболистов, но всё же на фоне старой сеньоры выглядел слабее. Фломастеров ворванулся на ворота с первых минут. И уже в дебюте мог открыть счёт матча. Но сейчас, ребят, я вам скажу свою любимую футбольную пословицу. Не забиваешь ты, забивают тебе. Дебала, девятая минута матча, 1-0. За первым голом полетел и второй. Уже сам великий и ужасный Криров колотил мяч в сетку Милана, 2-0. Ну и уже к 20-й минуте матча на месте Денчика никто не хотел бы побывать, 3-0. Несмотря на явный перевес по счёту одного из игроков, по статистике игра была равна. Вторая половина матча стартовала с быстрого гола от команды Милан. Но тут же Пандос возобновил преимущество до трёх голов. Опять же, на поле была куча моментов и последнюю точку матча поставил именно Денчик и его Милан. Хотя этот гол явно не испортит настроение Панди, который побеждает со счётом 4-2. Результаты группы А после третьего тура. На первом месте идёт Финита у него с шестечком. На втором Панды FX 4. Также у Акола 4, Баба Тумба 3 и Денчик пока 0. Акулы Баба Тумба сыграли по три матча в своей группе. Финита, Панда и Денчик пока 2. Переходим, друзья, к группе B. Кефир против Форза Резор. Крепкая таланта Серёги, которая имеет 4 тотса в составе. Три из них играют в нападении. И Ферентина Форзы, в которую мало кто верит в этой схватке. Ну и как принято в матчах, где ярко выраженный фаворит и андердок, гол открывается до пятой минуты первого тайма. Через 10 минут счёт был удвоен ударом Ильичича. И сразу же в первой атаке Форза отыграл один гол. Воспользовавшись ошибкой Серёги в игре вратарём. Второй тайм, как и первый, Кефир начинает с забитого гола. Это 3-1. И буквально сразу летит четвёртый. А уже в добавленные 2 минуты к основному времени, Кефир остаточно ложит на лопатки своего сопа 5-1. Вторая игра в группе B была одной из самых интересных в третьем туре. Наполи Ничая против Кали Реставра. И Фидоса, и Спирича, которые были в роли поддержки. Ставру, играя за такой состав, явно не позавидуешь. Но вот только в FIFA дело тонкое. И именно команда Ставра отгружает первый гол в матче 1-0. Радоваться Косте пришлось недолго. Ничай дальним ударом Фабиана возобновил равенство в матче. Ну а потом за счёт явного преимущества определённых карточек, которые были в составе Ничачи, Наполи вышла вперёд. А позже, благодаря усилиям того же Инсини, счёт стал 3-1. Три ударов в створ от Ничая, три гола. Реализация, как у киберспортсмена. Во втором тайме игра напоминала качели. То один атакует, то второй. Ну а после 70-й минуты, казалось бы, что Костя поник окончательно. Не совсем заслуженно влетел 4-й гол ворота Ставра и первая победа Ничая на Кубке Фиферов. Первые три очка в Кубке Фиферов. Знаете, как я, какой я уверенный. Первые три очка. Турнирная таблица группа B. На первом месте идёт Кефир, у него 6 очков. И в остальных четырёх участников по три набрана очка. Только вот Ставр и Ничай уже сыграли по три матча. По курсу у нас группа C. Клён против Гены Миллера. Который был готов абсолютно на всё в этот день, чтобы выиграть матч. Сам Дори Агены против Спал Клёна. Опять же, гол до пятой минуты. Почти в каждом матче третьего тура влетает Галацио до пятой минуты первого тайма. То ли кто-то сильно заряжен, то ли кто-то ещё не успевает войти в игру. Ну, как мы видим, 1-0. В первом тайме Клён полностью контролировал игру. И у Миллера особо не было даже намёка на забитый гол. Если только не брать во внимание момент на последней минуте первого тайма. Во второй половине игры Миллер уже отскакивал как только мог. Но всё же второй гол побывал в сетке его ворот. А на 90 добавленной минуте – третий. Смотря правде в глаза, у Гены практически не было шансов. Клён поистине силён. Вторая встреча в этой группе – Тудротс против Моза. Команду Дротса представлял Мбаппе и Штампони. Команду Моза представлял Моз и Кефир. Не Кефир. Кефир был в роли поддержки. Дери за всем там пизды давай, всё понял. Хороший состав Лацио с не самыми сильными оборонительными флангами у Тудротсов и у Динезы Моза. Мне кажется, его даже своеобразная камера и наличие Серёги под боком не спасёт в этом матче. Данная встреча по техническим причинам вышла позже всех в третьем туре. Интересно то, что голов мы не видели аж до 45-й минуты. Хотя предпосылки на то были, что в Моза, что в Тудротсов, но именно вторые сумели вкинуть банку в раздевалку. Смотря второй тайм, мне действительно было жалко Моза. Он абсолютно не заслуживал на проигрыш. Ну как ни крути, сыграв два матча, у Моза 0 очков. Ну а Дротсов поздравляем с победой. Группа Си. На первом месте идёт Клён, у него 7 очков. На втором месте Тудротс 4. На третьем Гена Миллер тоже 4. Руха 1 и Моз пока 0. Гена Миллер и Клён отыграли уже по 3 матча. Группа Ди и два матча, которые завершают третий тур Кубка Фиферов. Фарма фаворита против убойного Интера Германа, который в свою очередь уже одержал одну победу в своей группе. Несмотря на скромный состав фаворит, имел намного лучше моменты в первом тайме для взятия ворот. Невзирая на то, что по статистике оба игрока шли нос в нос, всё же гол в матче назревал и после хорошего раската Герман Эль Классика открывает счёт. После пропущенного фаворит мог сравнять, но это ему сделать не удалось, за что он был наказан 2-0. И в концовке поединка, как это уже принято в третьем туре, залетает ещё один гол. 3-0. Герман побеждает фаворита. В общем, ребят, всё, можно сказать то, что на этом истекло время данного геймпада. И завершающий матч Гуд Макс против Ромароя. В третьем туре Ромарой играет за состав собранный из футболистов Ромы, а Гутя за состав собранный из бичей. Оба игрока имели хорошую поддержку во время матча и в целом встреча обещала быть интересной. До 15-й минуты уже пару хороших моментов зрители увидели на своих экранах. Ну и первый гол себя не заставил долго ждать. После подачи с фланга Сансон оказался расторопнее всех и забил первый гол, который вывел Гутю вперёд. Опять же, первый тайм был очень хорош в исполнении ребят. Равная борьба на поле, но уже без голов. Как ни крути, у Ромароя был состав повеселее и в одном из моментов он решился на дальний удар. Эль Шарави его не подвёл. 1-1. После того, как Гутя не забил стопроцентный момент, его команду ждала фиаско. 2-1 и финалочка 3-1. И, друзья, группа 1. На первом месте находится Ромарой. У него после трёх сыгранных матчей 7 очков. На втором месте Герман 6, Сипска на 3, Фаворит 1 и Гудмакс 0. Гудмакс и Ромарой сыграли уже по 3 матча. В общем, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, все нужные ссылки в описании. Если вам понравился такой формат и вы хотите продолжения, подобные обзоры на моём канале, давайте насобираем 1700 лайков. И в скором времени на канале выйдет обзор четвёртого тура. С вами был PlayJackson, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok